привет друзья приветствую вас на канале своем и сегодня я проведу небольшую экскурсию а то есть я вышла на прогулку и беру вас с собой вы вместе со мной прогуляетесь по бельгии я уже не в нидерландах я уже живу в бельгии и сегодня немного пасмурная погода но в целом неплохо если нет дождя это уже круто да 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 здесь такая погода в зимнее время поэтому каждую секундочку когда появляется солнце все бросают свои дела и бегут на улицу чтобы насладиться солнечной погодой а сегодня мы с прогуляемся по улице небольшого городка этот город называется вот так и я покажу вам прекрасный красивый канал я обожаю это место иногда сюда прихожу гулять это правда далековато надо пройти минут 15-20 от моего дома быстрым шагом предпочитаю приехать на машине тут парковка есть недалеко и дальше пройтись пешочком получается чуть меньше итак идем вместе со мной и я покажу вам как выглядят маленькие маленькие городки да это наверное не город это наверно село это село ребята как это село в бельгии но в принципе так же она выглядит и в нидерландах здесь проходит большая дорога такая артерия скажем между населенными пунктами здесь всегда оживленно это не типичный поселок потому что здесь все-таки пролегает эта дорога через которую все всегда ездят и часто бывает пробка чем отличается бельгия от нидерландов вот обратите внимание на здание фасады зданий они здесь абсолютно разные если в бельгии все построено плюс-минус одинаково как будто под один шаблон то в бельгии абсолютно все дома разные вот этот дом например выполнен в кирпиче следующий просто отшпаклеван и следующий кирпич покрашенный все дома выглядят абсолютно по-разному разношерстные скажем также дороги разметка скажем что в нидерландах выглядит все более аккуратно и логично в бельгии немножко отсутствует логика и также много дорог выглядят хуже мягко говоря хуже автобусы тоже выглядят хуже честно в нидерландах все как будто знаете идеальное все такое красивая чистая бельгия чуть-чуть конечно в этом плане отличается как-то снимала видео что ездила магазин lidl так вот этот lidl находится здесь а еще здесь припаркованы такие дома на колесах которые можно взять в аренду здесь просто подходишь смотришь номер телефона звонишь и договариваешься об аренде такого дома на колесах абсолютно новые форды стоят смотрите класс вот типичный бельгийский дом посмотрите как он выглядит вот такой вот заезд на две машины и еще один дом ну вот коротко у бельгии но я думаю что здесь никто не живет потому что ящик для почты в плачевном состоянии но примерно вот в живут в таких вот домах это уже такой более богатый дом дорого-богато живут более богатые люди и здесь видите и дом тут же одновременно салон автомобильные рено тут же какая-то фирма находится как бы все рядом в нидерландах вот в той части где жила немножко как бы все упорядочено жилой массив отдельно какие-то бизнес здания отдельно а здесь вот все вместе вот в перемешку просто обратите внимание на пешеходный тротуар и велодорожку вот в нидерландах это выглядит более аккуратно ровненько посмотрите как деток возят школу со школы вот в таких вот люльках очень забавно посмотрите какие популярные заборы здесь ну в нидерландах очень очень много таких заборов сетка просто конструкция сетка и насыпаны туда камушки это бизнес связан с компьютерами все что связано с техника компьютерной и сетью интернетовской обратите внимание еще дети идут со школы они одевают вот такие жилетки чтобы их было видно вдалеке и никто не задавил их не наехала машина велосипедисты и так далее но тоже остановка просто вот такой столб и здесь написано номер автобуса вот привычной нам остановки здесь нет просто стоит столб в нидерландах все остановки оборудованы и выглядит все более аккуратно и красиво здесь можно увидеть вот такое вот неряшливые видите дорожки тротуары вот мне все-таки кажется что нидерланды в этом плане более аккуратно чистые друзья опять наглядный пример что здание абсолютно отличаются здесь белое такое светлый кирпич здания дальше темный кирпич здания абсолютно все здания разные в нидерландах такого нет то что я говорила вот здесь постоянно пробки постоянно стоят машины постоянно кстати я снимаю и люди машут мне рукой с окошка вот эти здесь тупо стоят машины не могут разъехаться в нидерландах светофор так сделано что никто ничего не ждет всегда двигаются машины и таких вот моментов не происходит вот так друзья выглядит село скажите у нас в россии в молдавии в украине села выглядят так же я еще критикую что здесь не такие как надо тротуары что в нидерландах лучше но если сравнивать с россией с украиной белоруссии так далее то село выглядит далеко не так вы все прекрасно это знаете а я уже пожив в нидерландах почувствовала разницу хорошему привыкаешь быстро и понимаешь что все не так как хотелось бы в нидерландах лучше а еще друзья я была в швейцарии и там еще лучше еще друзья вот кстати еще тележка проехала здесь есть китайский ресторан очень популярный в нидерландах и в бельгии все любят китайские рестораны но хочу вам сказать что здесь китайская еда совсем не такая как в китае и даже не такая как в одессе я очень люблю китайские рестораны и в одессе я часто посещала но здесь абсолютно другое абсолютно я даже не знаю чем сравнить друзья я дошла до канала где я люблю гулять и сейчас покажу вам но еще хочу сказать что здесь есть мост разводной вот он так выглядит и вчера мы проезжали здесь и остановились потому что мост разводился и все стояли машины это заняло правда 15 минут но было но прикольно наблюдать за этим так а сейчас мы с вами идем по зебре сторону канала этот канал на самом деле небольшой но ближайший к дому где я живу сейчас так выглядит мост разводной он тоже не особо большой конструкции но выполняет свою функцию регулярно послушно очень нравится мне расположение этого дома так как на первом этаже расположены магазины на втором такие большие террасы открытые и на третьем этаже еще балкончик есть посмотрите как это прикольно и все это с видом на канал посмотрите классно же выходишь утром со спальни на балкон и канал такой красивый часто здесь плавают лебеди дикие утки гуси ну я считаю что очень хорошее живописное место здесь здесь также проложена велодорожка по которой гоняют велосипедисты поэтому надо гулять строго с краев чтобы тебя никто не сбил и не зацепил потому что в нидерландах и в бельгии велосипедисты это святое если машина где-то наедет на велосипедиста даже если он не прав машина понесет штраф и наказание велосипедисты всегда правы здесь вот такие вот правила и пешеход тоже не прав велосипедист прав всегда смотрите какой интересный дом построили обычный квартирный дом вот так выглядит листья осыпались деревьев и получилось что все красное и дом очень красивый вообще есть есть небольшой яхт клуб он действительно небольшой но здесь оставляют достаточно большие катера посмотрите он достаточно большой вместительный на таком маленьком канале разные яхты припаркованные посмотрите какие есть красивые но и также старые есть клячи так что это место пользуется спросом здесь еще напротив вот такое здание она уже не похоже на предыдущие террасы кстати везде очень большие а вот еще поехали везут ребенка садика или со школы в такой люльки так возвращаемся к зданию красивые большие террасы супер катеров маленьких яхт лодок здесь достаточно много припарковано так что я думаю здесь либо просто оставляют либо в этом районе живут далеко не бедные люди которые могут позволить себе платить такое вот место пребывания их яхты вот такая небольшая экскурсия у меня сегодня получилось спасибо что вы прогулялись вместе со мной по бельгии и вдоль этого канала но честно скажу вам что сейчас очень влажно и очень прохладно дует пронизительный такой холодный ветер наверное процентов 90 влажности и пронизывает до костей да вот такая типичная погода в бельгии и в нидерландах но на сегодня я заканчиваю свой ролик смотрите следующий подписывайтесь ставьте лайки и до скорой встречи пока пока